Основная версия убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве и его профессиональная деятельность. Об этом сегодня завел генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметив, впрочем, что следствие рассматривает все возможные мотивы. Наш коллега был убит в среду в машине, в которой он ехал по центру Киева, сработала бомба. Сегодня Павла похоронили на его родине в Белоруссии. Из Минска репортаж Алексей Кручинин. Храм всех святых в Минске. Мама Павла Шеремета Людмила, прихожанка этой церкви, попросила, чтобы сына отпевали именно здесь. Около 11, когда богослужение закончилось, у дверей храма уже выстроилась очередь из желающих попрощаться с известным журналистом. Панихида продолжалась три часа, и все это время люди с цветами шли к гробу Павла Шеремета. Однако ни один человек с видеокамерой или фотоаппаратом внутрь не попал. Так захотели родственники погибшего. Впрочем, оставив съемочную технику за пределами храма, можно было свободно зайти внутрь. Попрощаться пришли сотни людей. Многие знали Павла лично. На Панихиде были друзья и коллеги, в том числе и те, кто работал с Шереметом на первом, тогда еще ОРТ. Дмитрий Новожилов сменил Павла на посту заведующего Белорусским бюро нашего канала. А оператор Сергей Гельбах снимал с ним самые острые сюжеты, из-за которых Шеремет оказался в опале у президента Лукашенко. Оба вспоминают Павла ярким и бескомпромиссным автором. Безусловно, Павел был и остается, наверное, до сих пор в среде белорусской журналистики, фигурой совершенно особой. Его невозможно разделить как человека и как журналиста, потому что он каким был в жизни, таким было в профессии. Честным, прямым, бескомпромиссным. Паша ради правды, вот именно журналистского такого поиска, расследования, он мог пойти до конца. Ну, видимо, что-то такое нашел в Киеве. По государственным белорусским СМИ не было информации о похоронах. На панихиду представители центральных телеканалов Белоруссии не приехали. Зато были наши коллеги из России, много журналистов из оппозиционных Александра Лукашенко СМИ и украинских телевизионщиков. Катафалк, который повез гроб с телом Шеремета на кладбище, провожали аплодисментами. Рядом с матерью первая жена Павла Шеремета Наталья, его дочь Анастасия и владелица интернет-портала «Украинская правда» Алена Притула, с которой он последние годы жил в Киеве. Похоронили Павла Шеремета на северном кладбище Минска, рядом с могилой его отца. Алексей Кручинин и Сергей Понасюк. Первый канал. Минск. Белоруссия.